Привет и добро пожаловать на WatchMojo! Сегодня у нас топ-10 самых правдоподобных теорий заговора на Reddit. В этой подборке мы рассмотрим обсуждаемые на Reddit теории заговора, которые вызывают больше всего мыслей, даже если эти теории не возникли именно там. А в какие теории заговора вы верите? Мы надели шапочку из фольги, так что смело делитесь в комментариях. Номер 10. Аукционы современного искусства – это прикрытие. Кто-нибудь действительно понимает современное искусство? Серьезно, кто покупает картины, если они просто чисто белые? И как эти странные не-картины продаются на аукционах за миллионы долларов? Одна из популярных теорий гласит, что современное искусство и художественные аукционы – это всего лишь прикрытие для отмывания. Грязные деньги используются для оплаты картин, независимо от того, стоят они действительно чего-то или нет, что позволяет богатым преступникам отмывать свои деньги таким образом, что правительство не может к ним прикопаться. Хотя это, конечно, в значительной степени объясняет, как цены на искусство так раздулись. Номер 9. Сквозь Вонку На протяжении многих лет между фильмами устанавливались безумные связи, но одной из самых странных является идея о том, что антиутопический фильм 2013 года «Сквозь снег» на самом деле является продолжением фильма «Вилли Вонка» и «Шоколадная фабрика». Сторонники этой идеи ссылаются на многочисленные сходства, в том числе на то, что в обоих фильмах персонажи путешествуют по фантастической структуре, которая постепенно разрушается по мере их продвижения по ней. Идея заключается в том, что изобретатель поезда «Уилфорд» на самом деле является более старой версией Чарли Баккета, который смоделировал свой поезд для ледяного конца света на основе самоподдерживающейся конфетной фабрики «Вонки». Возможно, это чистая фантазия, но тем не менее она захватывает. Номер 8. США не предлагают бесплатное высшее образование из-за армии В то время как в США государственное образование до окончания средней школы является бесплатным, университеты и высшие учебные заведения стоят недешево. И это еще мягко сказано. Хотя все чаще звучат призывы к правительству полностью финансировать высшее образование, многие считают это маловероятным по одной простой причине. Американские вооруженные силы. В США служба в армии является добровольной, однако вместе со службой она также предлагает субсидированный доступ к высшему образованию, предоставляя семьям с низким доходом возможности, которые они иначе не смогли бы себе позволить. Теория заговора утверждает, что правительство никогда не будет полностью финансировать высшее образование, потому что если бы каждый имел свободный доступ к колледжу без дополнительных опасностей, связанных с действительной службой, гораздо меньше людей выбрали бы армейку. Номер семь. Первые космонавты не вернулись живыми. Юрий Гагарин был первым человеком, побывавшим в космосе. Верно? Некоторые утверждают, что до исторического полета Гагарина Советский Союз отправил в космос еще несколько космонавтов, которые либо погибли, либо были захвачены иностранными державами после возвращения на Землю. Учитывая скрытный характер Советского Союза, в эту теорию легко поверить, хотя в ней есть несколько больших дыр. Во-первых, советские космические записи были доступны общественности, а во-вторых, США внимательно следили за СССР во время космической гонки и определенно узнали бы о любых ракетных запусках. Номер шесть. Зона 51 – это лишь отвлекающий маневр. Более полувека теоретики заговора по всему миру одержимы Зоной 51, базой ВВС в Неваде, которую часто связывают с НЛО и внеземными заговорами. Она даже не была публично признана до 2013 года. Но одна из теорий на Reddit предполагает, что Зона 51 – это лишь маскировка для настоящего места, где США проводят эксперименты с инопланетянами. Теория гласит, что даже если в Зоне 51 в прошлом проводились эксперименты с технологией НЛО, имеет большой смысл держать внимание общественности где угодно, только не там, где сейчас ведется настоящая работа. Любой фокусник может сказать вам, что отвлечение внимания – это мощный инструмент. Номер пять. Десятилетний челлендж был создан для распознавания лиц. Социальные сети полны мемов, призванных заставить людей публиковать свои фотографии. Но один из них, в частности, был отмечен как нечто большее, чем кажется. О'Нилл говорит, что sharing, как мы сгибли, может быть мое, чтобы тренировать алгоритмы фасиональных алгоритмов. Челлендж «10 лет», в котором люди размещают свои фотографии как в настоящее время, так и 10 лет назад, был создан для того, чтобы дать программам распознавания лиц базовые данные о том, как меняются лица людей в течение десятилетия. Очень возможно, что кто-то другой посетил этот челлендж, чтобы они могли подчеркнуть эти два фотографии и использовать их для того, что это значит. Хотя многие из этих фотографий уже были доступны в социальных сетях, указать точную разницу в 10 лет, а затем разместить их рядом, было бы гораздо проще, чем обрабатывать данные миллионов людей. Номер 4. ФБР запускает конспирологические темы на Reddit. Одна из самых забавных метатеорий Reddit утверждает, что правительственные агентства, такие как ФБР, на самом деле являются теми, кто создает темы заговоров на Reddit. Таким образом, агентства могут лучше отслеживать то, что общественность знает, но не может доказать, или же они используют эти темы для дискредитации некоторых теорий, выставляя тех, кто в них верит, как ненормальных. Такие вещи выглядят правдоподобно, потому что агентствам было бы легко использовать этот метод как для сбора информации, так и для дезинформации. Я с этим ФБРом. Номер 3. Розуэльский инцидент был советским самолетом. В 1947 году неопознанный летающий объект разбился на ранчо в Нью-Мексико. Хотя военные впоследствии утверждали, что это был метеорологический шар, верующие в НЛО утверждали, что объект был инопланетного происхождения, а военные участвуют в сокрытии. Однако, что если теоретики заговора правы в отношении сокрытия, но ошибаются в отношении происхождения НЛО? Одна из идей предполагает, что инцидент в Розуэле на самом деле был советским самолетом, который был сбит или упал на территории США. Некоторые предполагают наоборот, что Советы инсценировали крушение, чтобы посеять панику. Сокрытие было сделано для того, чтобы люди не паниковали из-за того, что противнику Америки в Холодной войне удалось приблизиться к сердцу страны. Номер два. Карманы против сумочек. Карманы на большинстве одежды, предназначенной для женщин, отстой. Они обычно слишком малы, чтобы в них поместилось что-то больше зубочистки, и всякий раз, когда появляется одежда с хорошими карманами, это вызывает восторг. Так почему же модная индустрия не делает большие карманы для женской одежды, если спрос на них есть? Одна из теорий Reddit предполагает, что модные компании специально делают карманы бесполезными, чтобы продавать больше сумочек. В конце концов, вы не увидите много сумок, сделанных для мужчин, и они, кажется, прекрасно себя чувствуют. Так что если люди, которые носят женскую одежду, больше не будут нуждаться в сумочках, то, конечно, продажи сумок резко упадут. Верно? И прежде чем мы предоставим наш номер один, вот несколько достойных упоминаний. Ложная тревога на Гавайях в 2018 году была испытанием. Ну и слава богу. Название «Холодное сердце» — это прикрытие. Не обращайте внимания на замороженного Уолта за занавесом. Бэнкси — это Джейми Хьюлетт. Гориллаз в курсе? Бесценные произведения искусства и документы — подделки. Это фальшивки, выставленные на всеобщее обозрение. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. На НЛО летают люди из будущего. Как мы уже видели, существует множество теорий об инопланетянах и НЛО. Но одна из них, получившая широкое распространение на Reddit, — это идея о том, что корабли и существа, которые, по мнению некоторых, существуют и происходят из других мест во Вселенной, на самом деле появились на Земле, в далеком будущем. Это, конечно, объясняет, почему популярные изображения инопланетян выглядят так похоже на нас и почему так мало НЛО было замечено из космоса. Им никогда не приходилось покидать атмосферу Земли. Возможно, путешествуя назад во времени, эти люди из будущего пытаются исследовать свое прошлое, чтобы разрешить какой-то будущий кризис или вообще предотвратить его. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok